Добрый день! Я приветствую всех на канале 18 Сонок. И сегодня речь пойдет о том, как вырастить сверхострые сорта перца у себя дома на подоконнике. К сверхострым сортам относятся тринедады, все практически, симподы, фуджалокия, каролина рипер и много-много других. Следует знать одно, что каролина рипер, или хотя бы тринедады, маргоскорпион, это все многолетники. Многолетние растения, которые могут расти, если правильно выращивать их, они могут расти у вас до 10 лет. Это все растения высокорослые. И довольно сложно их выращивать в квартире, причем потому что они достигают метр, полтора метра, до двух метров. Чтобы вырастить сверхострый сорт, и он у вас остался компактным, не вырос. К примеру, как тринедад, маргоскорпион, в открытом грунте, достигает больше метра. Но его можно вырастить в горшке, но высотой он будет у вас где-то сантиметров 60. И он будет плодоносить, не будет расти в высоту. Что для этого нужно? Для этого надо придерживаться некоторых правил. Ну вот, первое правило. Растения нельзя высаживать сразу в большую емкость. Например, вот если у меня 6-литровые горшки, есть 3-литровые, 1,5-литровые. По поводу выращивания рассады, я уже говорил, у меня есть 3 видеоролика, вы можете посмотреть, как выращивать ее. Вот она уже, как бы у меня было пересаживать, пикированы вот такие вот кулечки. Это в кулечках, но в ответе их уже больше месяца. Так, что следует знать? Как остановить рост растения, чтобы он остался компактным и начал цвести и плодоносить? Следует сажать обязательно в маленький горшок. Вот, к примеру, 1,5-литровый. Ну, здесь настоящая емкость, где-то около литра. Ну, хотя пишут 1,5. Вот такой горшок. Для чего это делается? Почему нельзя сажать сразу, к примеру, в 6-литровый горшок? Я хочу объяснить. Когда мы посадим вот маленький горшочек, его пересадим сейчас, растение будет набирать зеленую массу, будет развиваться корневая система. И это где-то пройдет около месяца. Вот этот горшок заполнится полностью корневой системой. Как только горшок заполнится полностью корнями, в растение сработает инстинкт самовыживания. Перец начнет выдавать цветоносы, начнет цвести. Рост прекратится и начнется цветение и плодоношение. Как только появятся первые-первыхые бутончики цветов, мы тогда уже переваливаем его в большой горшок. Вот, 6-литровый. Почему именно в 6-литровый? Если мы оставим вот в этом горшке, так как корневая система уже заполнила горшок полностью, корням расти некуда. Может возникнуть такие неприятности, как осыпание цветов, начнут листья желтеть, начнут нижний ярус листьев, начнут осыпаться. Они сразу покроются пятнами, за счет того, что корням уже нет места. Надо обязательно перевалить его. Но нельзя ни в коем случае переваливать до тех пор, пока не появятся цветы. Как только цветочки появились, все, рост прекратился и начинается плодоношение. Начинается цветение и плодоношение. Только в том случае мы будем пересаривать с вами в большой горшок. Еще один нюанс. Все сверхострые сорта не требуют формировки куста. Почему? Потому что это многолетники. Это растения кустарникового типа. Они растут как кусты. Через год, через два, через три это растение будет где-то высотой под метр пятьдесят, метр шестьдесят. В зависимости от сорта. Разные сорта, разные кусты, разные ширины. Есть, остаются такие, примерно, где-то сантиметров восемьдесят, девяносто. А некоторые там чуть ли не до трех метров растают. Что касается сверхострых сортов. Сверхострые сорта не требуют формировки куста. Не следует прищипывать их. Почему? Потому что если вы прищипнете верхушку, сразу появятся боковые побеги. И растение начнет набирать зеленую массу. Корневая система очень быстро заполнит горшок. И цветов вы не увидите. Будет громадный зеленый куст. Ну, может там быть одна, две или три завязи. Что нам необходимо для посадки перца. Нам понадобится дренаж. Это может быть керамзит. Либо крупный перлит. В размере, как щебень. Почва-смесь. Я использую такую почву-смесь. Я сажаю практически все. И томаты в нее, и рассаду, и выращиваю в ней. Очень хорошая штука. Здесь есть и гумус. Есть и творф. И чернозем. В общем, очень хорошая земля. Это не реклама, сразу говорю. Так, что еще? Я применяю торф. Это вот торф. Торф фирмы Классман. Это Германия. Это профессиональный торф. И использую гумус. Я у себя на балконе выращиваю гумусных червей старателей. Вот такой вот гумус. Если, к примеру, посмотреть на него. Вот видны здесь такие вот гранулки. Какую нам надо будет сделать земляную смесь? Я беру 50% почвосмеси, 50% торфа и 20% гумуса. Гумуса вложить много нельзя. Почему? Потому что он маслянистый. Это переработанные червями, все пищевые отходы, да и такие, как гранулки. Они долго растворяются. Они могут растворяться в течение двух лет, если вы вносите их в почву. Так как они покрыты слизистой оболочкой, они довольно сложно, плохо растворяются. Сейчас я сделаю еще, я сказал, на дно вложим дренаж. Ну, дренаж где-то, не на глаз, где-то вот так вот, немного. Так, сейчас я сделаю почвосмесь и покажу, как надо сажать. Вот я приготовил почвосмесь. Вот какая она должна быть. Если взять, например, кумб, если вы сожмете со всей силы, этот кумб должен при малейшем касании, он должен рассыпаться. Вот именно в таких пропорциях я делаю только для литровых горшков. Когда я переваливаю в 6-литровые горшки, там немножко отличаются уже пропорции. Я когда буду переваливать, я вам расскажу, покажу, как это все делается. Итак, теперь, для ленивых. Кто не любит морочить себе голову с удобрениями, как удобрять, чем удобрять, у людей нет времени, в общем, вы можете применять вот такие вот удобрения. Это базовые удобрения, я их применяю для цветов. Для таких вещей я не применяю вообще такие вот эти самые, такие удобрения. Это удобрение рассчитано на 8 месяцев. Мы в один раз внесли все и забыли про удобрения. Эти гранулы постепенно, потихонечку, сейчас я насыплю, покажу вам. Они потихонечку, в течение 8 месяцев растворяются. Это комплексные удобрения. Вам нужно будет только поливать. Если, к примеру, вы не хотите пользоваться такими удобрениями, а предпочитаете как бы удобрения естественные, я использую, пользуюсь гумусом, настойкой гумуса. Больше никакие удобрения не применяю. Только сам гумус, который я вам показал, сейчас я засыпал, его хватит до перевалки. Вообще не надо ничем кормить, просто поливаете, гумус потихонечку растворяется и дает все питательные вещества растению. Гумус можно приобрести в магазине, ну так как я червей выращиваю сам, как бы у меня с этим проблем не бывает. И вытяжка с гумуса тоже, это просто супер. Это когда поливаете, оно просто растет. Там столько питательных веществ. Во-первых, вы не перекормите растения. Вот этой вот химией как бы можно тут навредить. Растения, если вы не знающие, некоторые считают, что чем больше всыпал, тем лучше. Нет, вы можете просто сжечь растения. Так, вы посадили растения. И вам без разницы, чем его удобрять. Если вы хотите удобрять минеральными удобрениями, то после пересадки, через 10-12 дней, вы должны внести, полить вот эти вот растения. На 10 литров воды берете 5-7 грамм мочевины и 30 грамм суперфосфата, вытяжки суперфосфата, и поливаете его. Тоже очень хорошо помогает. Растение довольно хорошо растет. Если оно у вас будет в течение месяца расти, пока набирать корневую систему, вторую подкормку делаете. Опять же, на 10 литров воды берете 50 грамм суперфосфата, или 20, или 30 грамм калийной соли. Все это разводите и поливаете. Поливается только после того, как вы польете чистой водой. Нельзя поливать растение, когда оно сухое. Вы просто сожжете ему корни. Надо сначала полить, потом через 3-4 часа растение напитается водичкой, попьет водички, и чтобы не жечь ему корни, только потом вы можете поливать этим удобрением. Также можно, это тоже супер, конечно, настой куриного помета. Ну, как бы в интернете там полно рецептов, как это все приготовить. Также можно удобрять настойкой золы. В кипятке берете там, на какую емкость, примерно 3-х литровую банку, я беру там 5 ложек с горкой. Золы заливаю в кипяток, и в течение 4 дней она у меня настаивается. И потом вот этим отраствором поливаю. Разбавлять не надо, потому что можно сделать концентрированно, если у вас очень много. Ну, так как 1-2 кустика, как бы, я считаю, не надо делать там на 10-20 литров. Так, вот в горшок я уложил дренаж, насыпал немного земли. Заглебзать можно вот столько, не больше, где-то на один палец. Так как вот эти сорта, многолетники, они еще пускают воздушные корни. Здесь как бы есть разница между сладким и острым перцем. Острый перец можно немножко заглубить. Вот я установил его, ставим по центру, и засыпаем почвосмесью. Так как здесь 50% торфа, этот торф очень хорошо держит влагу. Очень. Я использую ТС-3. Есть ТС-1 у Классмана, ТС-2 это верховой торф. А это уже, как бы, торф, который уже после первого и второго собирают. Это ТС-3, третий слой. Он уже, как бы, более уже перегнивший, или как-то, как правильно сказать. И он очень хорошо держит влагу. Если вы, к примеру, обычная почвосмесь у вас, и вы поливаете, то у вас где-то через день, через два, уже начинает подсыхать. То этот торф может держать до недели. Недели влагу. Вот. Мы насыпаем, вот видите здесь, вот этот бортик. Это технический бортик. Не насыпают никогда сверху. Для чего он служит? Для чего его выделили? Вот он у вас, получается, как бы, видите, выходит за диаметр самого горшка. Он предназначен для того, чтобы вы могли без проблем рыхлить, поливать, чтобы вода у вас не выливалась через верх. Так что не надо наливать сель. Вот я чуть-чуть, только так слегка прижал его. Сейчас мы еще подсыпем торфом. Вот. Все. Растение посажено. Сейчас мы его прольем полностью, чтобы вода прошла полностью насквозь. И посадим его до тех пор, будем ждать, пока не появятся цветы. Итак, мы заполнили полностью горшок. Сейчас пробуем его водичкой. Кочва полностью пропиталась. Излишки воды выйдут. Торф напитается и будет держать влагу. Все горшки у меня пронумерованы. Под каждым номером название. Поставим его на светлое место. Главное, не ставьте сразу на солнечные лучи. На прямые. Почему? Потому что растение после пересадки не очень-то хорошо себя чувствует. Надо где-то такое место, где нет прямых солнечных лучей. Хотя бы на недельку, чтобы растение адаптировалось. Что касается сортов, таких как, к примеру, хабанера. Ни в коем случае не поливайте его часто. Это единственный сорт перца, который не любит частых поливов. При поливе корневая система получает сильнейший стресс. И все плоды, которые у вас будут, они будут горчить. Они будут горечью, как у полыни. Они любят, чтобы немножко было подсушено, даже бывает, смотрите, листочки чуть-чуть начинают вянуть. Вот тогда начинаете поливать. Полили хорошо и опять отставили. Самое главное сильно не поливайте. Все перцы вот эти, все они из южных районов. Как бы районы более засушливые. Так что не надо сильно заливать, растение начнет болеть. Надо, чтобы оно немножко-немножко посохло. Так. Я вот высадил один сорт. Сейчас я буду еще высаживать у меня очень много сортов. В дальнейшем покажу все перцы, какие я выращиваю на подоконнике. Все, там очень много сверху сортов. Через время, когда на перцах появятся цветочки, я сниму еще один видеоролик, как следует переваливать в крупные горшки, вот такие вот, 6-ти литровый. Что для этого нужно, как обезопасить вот эти вот горшки от пересыхания, что нужно будет делать, чем их укрывать можно, какой можно делать дренаж, чтобы земля у вас не высыхала. Так, и на этом я заканчиваю. Может быть, что-то я не смог сказать, почему? Потому что, как бы, я не сильно люблю вот эти вот видеосъемки, я начинаю нервничать, не знаю, что я сказал, а чего я не сказал. Может, я что-то забыл, задавайте вопросы, я обязательно отвечу. И до новых встреч. Всем пока.